Свой визит в муниципалитет Юлия Оглоблина начала с посещения предприятий Рузаевского района. Первая из них – «Рус Ямаш». Завод по праву считается одним из ведущих предприятий вагоностроения в России. Сейчас здесь трудится больше трех тысяч человек. Юлия Оглоблина встретилась с коллективом, рассказала о своей общественной работе – Российском союзе сельской молодежи, который возглавляет. Это объединение – настоящий голос села. Главная задача – вводить инициативы, которые способны улучшить жизнь в глубинке. По инфраструктуре у нас, конечно, есть над чем работать. Это водоснабжение, это местные дороги, это недостаточно финансированное благоустройство дворов. Проблемным продолжает оставаться и кадровый вопрос. Многие предприятия республики нуждаются в специалистах. На «Рус Химаш» люди тоже нужны. Сейчас на заводе открыто около 500 вакансий. И это тоже показатель и ориентир для дальнейшей работы. Еще одно ключевое предприятие для Рузаевки – стекольный завод. Юлия Оглоблина ознакомилась с этапами производства, побывала на рабочих площадках, а затем также встретилась с коллективом. В центре внимания проблемы для «Рузаевцев» самая наболевшая тема – местный горводоканал. Несколько лет назад он перешел в частную собственность. Тогда и начались сложности. Резиденты ТАССР не могут подключиться своевременно и в нормальных условиях. А самое главное – это жители. Потому что сети изношены, он не может участвовать в программах, он не имеет права участвовать в программах. Он, в принципе, на сегодняшний день, насколько я знаю, каждый здесь подтвердит, житель Рузаевки, любой вам скажет, что проблема водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день – это самая большая. Решение проблемы жители Рузаевки предлагают одно – нужно запретить на федеральном уровне отдавать стратегически важные социальные объекты в частные руки. Их же вопрос пока остается открытым. О проблемах жителей муниципалитета продолжили говорить и в поселке Красное Сельцо. Здесь главные трудности с канализационной системой. Она требует замены. Только реконструкция нам сейчас уже для нашего поселения не подходит. Потому что количество частных домовладений увеличивается. И в том числе и многоквартирных домов. Нам необходимы еще очистные сооружения, очистные вместе с реконструкцией. В любом случае мы делали проект в 2012 году, его нужно актуализировать. Район пытается, наш проект уже практически живет в районе. Но дело в том, что никак мы не можем с этой мертвой точки сдвинуться. Для нас это очень важно. Также в ремонте нуждается местный дом культуры. С проектом уже определились. Обновление планируют провести в рамках программы комплексное развитие сельских территорий. Сейчас важно в нее попасть. Еще одна мечта местных жителей – ремонт детского сада. В общем и в целом условия в нем созданы хорошие, но хотелось бы поменять систему отопления. Обновить внешний вид. Мы видим и окна требуют замены, и фасад здания, и коммуникация. Внутри она требует замены. Нет программы по капремонту детских садов. Есть нацпроект «Демография». Там строятся новые детские сады по этой программе. На мой взгляд, важно внести изменения, конечно, чтобы была возможность и отремонтировать имеющиеся построенные детские сады. Это предложение общественница планирует проработать с Министерством просвещения в самое ближайшее время. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Розаевский район.